В этот день был сформулирован третий закон движения планет. Вышли в свет басни Крылова. Группа The Beatles впервые спела на радио. Но все же ассоциируется 8 марта именно с Международным женским днем. О чувствах, настроении и подарках в нашем сюжете. Знаете ли вы хотя бы одну женщину, которая не любит цветы? Лично я уверена, получить такой подарок приятно каждой. А вот чего совершенно точно дарить не стоит. Романтического путешествия в ленту, шоколадные весы или сковородку девушка точно не оценит. Мы решили не ходить далеко и узнать прямо у наших коллег, какой же он самый лучший подарок. На 8 марта для меня внимание, забота. И, наверное, цветы. Лучший подарок, конечно же, бриллианты. Ну ладно, а если серьезно, то лучший подарок – это внимание. Самый лучший тот, который подарили. Ой, я откуда знаю. Я же не девушка. Самый лучший подарок на 8 марта? Не знаю. Ну, я думаю, самый лучший подарок – это квартира, машина, золото. Самый лучший подарок для любого человека – это присутствие рядом другого человека, который его любит и ценит. Даже у этого нет ничего. Самый лучший подарок – это, безусловно, когда ты приходишь на работу, а в студии шарики, в коридоре шарики воздушные, разноцветные, придающие хорошее настроение. Заходишь в туалет, а там тоже шарики. Многие мужчины стараются проявить всю свою фантазию и преподнести любимым неожиданный презент. Но все же есть вещи, которые дарить не стоит. Я думаю, не стоит дарить девушкам парфюм, если ты в этом не разбираешься. Не стоит дарить одежду, если ты не знаешь предпочтения и точные вкусы, косметику. Самый худший подарок – это тот, который не подарили. Ну, не знаю, сертификат к зубному – это же страшно, это больно. Или сертификат, ну не знаю, в аптеку. Что же, нет изначально. На мой взгляд, девушки слишком великодушны, чтобы назвать какой-нибудь подарок самым худшим. Самый худший? Полотенце. Самый худший подарок, я думаю, что если тебе на 8 марта подарят кастрюли. 8 марта все девушки ждут с нетерпением, мужчины с опаской. Вне всяких сомнений представителям сильного пола этот праздник прибавил забот. Но и они с удовольствием говорят теплые слова в адрес прекрасной половины человечества. Дорогие наши девушки, оставайтесь такими же красивыми и вдохновляющими нас. Будьте такими же красивыми, любите и будьте любимыми. В этот прекрасный день, 8 марта, хочется пожелать любви, радости, нежности, чтобы вас окружали всегда замечательные, уважающие, внимательные люди. И будьте счастливы. Есть и те, кого нужно подтолкнуть. Давай, поздравь всех с 8 марта. Всех с 8 марта. Она меня заставляет, между прочим. Но хотят мужчины или нет, этот праздник создан для того, чтобы радовать прекрасную половину. Хотя любить, говорить комплименты, окружать заботы и дарить подарки нужно постоянно, а не только раз в году. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова